Привет, красотки! Добро пожаловать на мой канал Gingerbox и с вами Марина Джинджер. И сегодня я расскажу вам о замечательной новинке от Бэка, об универсальной кисти One Perfecting Brush. Что собой представляет данная кисть? Это кисть, которая может заменить вам огромное количество кистей, которые вы привыкли с собой везде и всюду таскать. Вот представьте себе, например, вам нужно в отпуск, я не знаю, быстро собраться за полдня. Мы собираем вещи, переходим к косметике, и тут начинается вот это вот перебирание. Так, мне нужны тональные кремы, мне нужно то, мне нужно все. И потом каждому практически продукту своя кисть, да, своя кисть для нанесения основы, своя кисть для нанесения консилера, своя кисть для нанесения хайлайтеров, своя кисть для нанесения румян, да, и прочее, прочее, прочее. Так вот, Бэка выпустила One Perfecting Brush, универсальную кисть, которая может вам заменить все вот эти вот кисти для лица. То есть для глаз, конечно, я использую специфические кисти, да, для нанесения макияжа на веки. То есть это маленькие кисточки, конечно, вот такой кистью не очень удобно носить. Но все остальные кисти, как я перечислила, да, это хайлайтеры, консилеры, румяна, тональная основа и так далее, мне заменяет вот эта одна кисть. Более того, что в ней прекрасного, она подходит как для нанесения кремовых текстур, так и для нанесения пудровых текстур. Ну что, приступим к обзору. Сама кисть у нас достаточно широкая, да, то есть она вот, если так посмотреть, умещается в ладонь. У меня, кстати, очень маленькая ладошка, то есть кому-то она даже покажется небольшой, эта кисть. Ворс у нас очень плотно набитый, натуральный ворс. Это у нас шерсть козы. Что здесь примечательно? Данная кисть, она имеет несколько углов, несколько поверхностей, и за счет этого как раз ей удобно наносить разные продукты. То есть для нанесения, например, тональной основы или праймера, мы делаем таким образом. Мы наносим тональную основу на тыльную сторону ладошки, немножечко, буквально пара капель. Растираем вот таким вот образом кистью, и пошли наносить на лицо. Вот этой вот широкой частью набрали средство с тыльной стороны ладони, и вот этой частью наносим на лицо. Очень удобно как наносить горизонтально, так и вертикально, да, если где-то нам нужно там по шее пройтись вертикально. Удобно, очень мягкий ворс, все хорошо наносится. Далее, внимание, нам не нужно ее мыть. Для того, чтобы нанести дальше консилер, румяна, скульптор, хайлайтер, неважно что, вам не нужно ее мыть. Кисть отдает от себя максимум, она ничего не впитывает. То есть если вы взяли две капли средства, вот ровно две капли средства будут переданы вашему лицу. Вам не нужно ее ни мыть, ни стряхивать, ничего. Вы просто наносите следующее средство, и неважно, та же текстура, другая текстура. Тон нанесли. Например, дальше нам нужно нанести под глазки консилер. Что мы делаем? Мы берем консилер, берем немножечко средства, вот этой узенькой, самой узенькой стороной, да, вот она у нас находится вот здесь вот с краешку. Наносим и поехали. Вбили немножечко опять в тыльную сторону ладошки. То есть мы даже не столько вбиваем, да, сколько мы растираем, разогреваем средство. И поехали наносим под глаза. Дальше пальчиками чуть можно выровнять, да, нанести под глаза. Дальше. Опять-таки средство никакое, никуда не впитывается. Ничего нам не нужно не мыть и не стряхивать, ничего. Просто наносим следующее средство. Например, румяна, да. Также наносим вот этой узенькой стороной, наносим чуть-чуть, разогреваем на тыльной стороне ладони и пошли по щечкам, круговыми движениями, заводя немножко назад. Вот таким вот образом. Дальше. У вас может возникнуть вопрос, да, как же нам наносить скульптор? Ведь для скульпторов кисти обычно очень тоненькие, очень такие графичные. Это тоже все легко решается. Мы берем скульптор и вот этим ребром. Ну, кому как удобнее. Мне, например, вот это ребро кажется немножечко длинноватым даже для скульптора. Я беру все равно вот эту узенькую грань, потому что мне ей работать удобнее. Некоторым будет удобнее работать с длинной гранью. Я беру короткую грань, набираю вот так вот активно средство. Немножечко, опять-таки, разогреваю на тыльной стороне ладошки и пошла проводить линию. Ну, вообще, по идее, правильно, конечно, от уха вперед, да, то есть здесь у нас более плотно будет набита линия, здесь на уменьшение, да, и пошли, нанесли скульптор сюда, нанесли скульптор на вторую нашу скулу, нанесли скульптор на носик, да, ребра носа выделили, нанесли скульптор где-то вот здесь. Здесь все очень удобно происходит. И самое удобное, как я сказала, что вам не нужно после каждого средства каким-то образом мыть, дезинфицировать или как-то убирать какие-то остатки средства с этой кисти. Она полностью отдает все, что вы на нее нанесли. То есть нанесли тональный крем, помазались, все, тонального крема на кисти нету. Нанесли какую-то пудру, я не знаю, что, финишную пудру, румяна, что угодно, независимо от текстуры, независимо от того, какой цвет. Вам вообще не нужно об этом думать, вы просто используете одну кисть. И работать ей действительно очень удобно, вам просто нужно освоить несколько движений, да, вот такое вот движение, растирающее, и коротенькие движения, когда вы работаете ребрами, да, когда вы работаете либо ребром, либо вот этой вот самой маленькой частью, у которой можно наносить консилеры, румяна какие-то, где-то корректоры. Мы работаем не вбиванием с данной кистью, а мы работаем растиранием. Очень приятный мягкий ворс, на самом деле часто такое бывает, что натуральный ворс, он жестковатый, и он на вашем макияже, да, когда вы делаете макияж, на вашем лице оставляет пробоины в макияже, царапины. Здесь такого не происходит, несмотря на то, что кисть из натурального ворса, несмотря на то, что она очень плотно набита, она действительно очень мягкая, и макияж ложится очень ровно. Поэтому я хочу данную кисть посоветовать на самом деле всем, потому что она вам действительно заменит несколько разных кистей. Особенно это удобно в поездках, когда у вас и так полный чемодан, неизвестно чего, да, у вас там 33 пары обуви, 22 флакона и так далее, да, уж. На кисти хочется сэкономить, скажем так, пространство, поэтому вы просто кладете, вот именно для макияжа лица, вы кладете одну вот эту кисть, добавляете пару необходимых кисточек для бровей и для век, и все, ваш комплект собран. В целом хочется сказать Бекке огромное спасибо за вот такую вот универсальную кисть, мне она очень помогает, я действительно вот половину своих кистей отложила в сторону и пользуюсь сейчас только этой. Мыть ее нужно, если вы пользуетесь только для себя, то раз в неделю, раз в полторы недели элементарно моем в растворе детского мыла, то есть намыливаем руки, и вот такими же вот движениями проводим по мылу, вспениваем его немножечко, и потом точно такими же движениями уже работаем без мыла с водой. И влажную кисть кладем на полочку, таким образом, чтобы ворс у нас находился на весу и сушился. Элементарно в уходе, элементарно в использовании. Стоит она сейчас на официальном сайте Бека 5000 рублей, но вы посчитайте сами. В любом случае, любая хорошая кисть будет стоить где-то там 2-3 тысячи рублей, а она заменит вам около 7 кистей, поэтому я считаю, что цена оправданная, продукт действительно хороший, рекомендую с ним ознакомиться. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте мне лайк, мне будет приятно, пишите свои вопросы под этим видео, я с удовольствием отвечу на все вопросы, пообщаемся. А с вами была Марина Джинджер, я желаю вам всего самого красивого, пока!